Добрый день, уважаемые коллеги. У нас сегодня насыщенная повестка дня. Поговорим и по традиционным вопросам, связанным с улучшением делового климата, и по конкретным проектам. Что хотел бы сказать в начале нашей встречи. Агентство работает уже три года, накоплен хороший, позитивный опыт и есть хорошие результаты. Думаю, что вы можете ими гордиться. Не скажу, что это что-то запредельное, но всё-таки конкретные результаты, они есть, и это радует. Это значит, что мы изначально с вами создавали эту структуру не зря, и вы не зря работаете. Во многом благодаря усилиям ОСИ снимаются административные барьеры и упрощаются процедуры ведения бизнеса, меняются подходы к подготовке высококвалифицированных кадров. В рамках национальной предпринимательской инициативы удалось осуществить и осуществить обновление правовой базы. Теперь принципиально важно обеспечить качественное применение. Как мы с вами хорошо знаем, уже много раз об этом говорил, законы пишут небольшие группы лиц, а думают над тем, как обойти, миллионы. И поэтому нам нужно очень тщательно продумывать каждый шаг, каждое слово, каждую запятую. При этом хотел бы отметить, что сами предприниматели должны оценивать, как чувствует себя бизнес и насколько удобно ему работать в каждом конкретном регионе и в каждом конкретном случае, в том числе и с учётом вот этой меняющейся нормативно-правовой базы. Что касается регионов, вот об этом хотел бы сказать. Именно в силу того, что мы обратили в последнее время внимание именно на эту составляющую, нам нужно обеспечить и решить задачу по запуску национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Три недели назад на съезде РСПП образован рейтинговый комитет. В него наряду с ведущими деловыми объединениями страны вошло и агентство стратегических инициатив. Комитет будет собирать информацию по каждому региону. Вновь хотел бы подчеркнуть, наша с вами цель, безусловно, не наказывать кого бы то ни было и где бы то ни было, а научить региональные команды лучшим практикам работы с инвесторами, распространить эти практики по всей стране. И прошу сегодня рассказать о том, как идёт работа, когда будут получены первые результаты, во всяком случае, на что вы рассчитываете в ближайшее время. В целом обращаю внимание на то, что в самое ближайшее время необходимо на порядок улучшить деловой климат. Мы с вами об этом говорим как об одной из важнейших наших задач. Делать это нужно ускоренными темпами. Речь идёт о дополнительном снижении административной нагрузки на бизнес, о благоприятных условиях для открытия и становления новых предприятий. Словом, качественная деловая среда должна стать одним из мощных ключевых факторов экономического и промышленного роста. Чего ещё хотелось бы сказать? Ещё одно серьёзное направление работы агентства, содействия инициативам в социальной сфере. Сегодня поговорим о создании благотворительного фонда поддержки слепоглухих. Эти люди страдают серьёзным недугом, и их проблемами нужно заниматься всерьёз. Я рассчитываю, что фонд сможет такую работу наладить, объединит усилия волонтёров, религиозных организаций, некоммерческих организаций, специалистов, учёных. Тем более, что успешный опыт интеграции слепоглухих людей в общество, в общественную жизнь, такой опыт есть. Нужно развивать соответствующие технологии, научные и образовательные методики, чтобы они были доступны всем нуждающимся. Обсудим проекты и по другим направлениям. В том числе речь пойдёт о развитии производства телекоммуникационного оборудования. Посмотрим, как через поддержку отдельных компаний можно выйти на системные решения для среднего бизнеса, работающего в данной сфере. Поговорим и о проведении национального чемпионата профессии высокотехнологичных отраслей, а также о результатах совместной работы агентства, ведущих вузов, крупнейших компаний по созданию атласа новых профессий для промышленности и экономики в целом. Ещё одна важная тема, которая формально в сегодняшнюю повестку дня не входит, но, тем не менее, хотел бы её тоже затронуть. В ходе национальной предпринимательской инициативы удалось выстроить тесное и, что очень важно, равноправное, партнёрское, как мне кажется, взаимодействие между органами власти и бизнесом. Это действительно позволяет быстро, без бюрократической волокиты добиваться реальных конкретных результатов. Я очень рассчитываю, что правительство, агентство стратегических инициатив, наше деловое объединение, новое министерство, Министерство по делам Крыма, все эти структуры будут также эффективно согласованно действовать и при оказании поддержки малому и среднему бизнесу в новых субъектах Российской Федерации, в Крыму и в Севастополе. Проблем здесь немало. Предприниматели опасаются, что процесс перерегистрации, получения лицензий может затянуться и может оказаться сложным. Пока ещё не отлажено взаимодействие с партнёрами и поставщиками из других регионов России. Есть и другие сложные вопросы. Всё это на самом деле преодолимо, всё это технические вещи, но просто я вас прошу об этом подумать и помочь людям. Определённые шаги уже сделаны, в том числе со стороны таможенной и налоговой службы Минфина, некоторых других ведомств. Обращаю внимание, действовать нужно гибко, не допуская шаблонных механистических подходов. Учитывать необходимо специфику этих территорий, их правовой опыт, а также создавать необходимо благоприятную деловую среду, используя лучшие региональные практики, которые в России есть. При этом максимально широко необходимо информировать наших граждан, предпринимателей о тех решениях, которые нами принимаются, учитывать позицию делового сообщества новых субъектов Российской Федерации. Следующий важный момент. Малому и среднему бизнесу Крыма и Севастополя будет трудно сразу самостоятельно разобраться во всех тонкостях российского законодательства. Нужно оказать помощь коллегам, организовать правовое информирование, ознакомить их с процедурами регистрации собственности и предприятий, правилами ведения бухучёта, налогового, таможенного администрирования. Это не только вопрос наших министерств и ведомств. Большую пользу здесь могут принести деловые профессиональные объединения. Хочу, чтобы все мы прекрасно знали и понимали, происходящие процессы должны открыть новые возможности для честных, добросовестных людей, которые будут вести своё дело в Крыму и Севастополе, чтобы создавались дополнительные рабочие места, развивался туристический бизнес, сфера услуг, сельское хозяйство, другие традиционные сферы деятельности в этих субъектах Федерации. Я прошу агентства стратегических инициатив развернуть всю необходимую работу по содействию предпринимателям Крыма и Севастополя, а в ближайшее время проанализировать всё, что сделано, и проинформировать о результатах. Давайте перейдём к повестке нашего сегодняшнего совещания. Слово генеральному директору АСИ Андрею Сергеевичу Никитину. Пожалуйста. Слово генеральному директору АСИ Андрею Сергеевичу Никитину.